За ходом ремонтных работ в подъездах Ленинского района представители местной администрации следят еженедельно. В доме 54 на проспекте Ленинского комсомола ремонт завершен. За две недели заменили освещение, электрику и интернет-кабели, убрали в короба. Побелили потолки, покрасили стены и почтовые ящики, положили новую плитку у входной двери. За мои года один раз такой ремонт здесь был. Вот сейчас, конечно, свежили, все хорошо. Мне очень нравится на первом этаже, как сделали плиточки. Такую красоту в подъезде можно навести в короткие сроки. Главное желание самих жильцов сделать ремонт. Для этого им необходимо провести общее собрание, обратиться в управляющую компанию. Затем подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками квартиры начнутся работы. В рамках губернаторской программы ремонт проведут за счет софинансирования из трех источников. Практически 50 на 50, 52,5% это управляющая компания, 47,5% это область и администрация города. Жители софинансирования участвовали в размере 1%. В доме на проспекте Ленинского комсомола 60 ремонт еще продолжается. Но основные работы здесь выполнены. Уже во всех подъездах покрашены стены, а вот их цвет отличается. То есть жителям дают право самим выбирать понравившиеся оттенок краски. Когда начинали делать ремонт, я была на даче, когда приехала, я была удивлена, все так красиво стало. То есть теперь приятно зайти в подъезд? Да. Теперь в каждом подъезде, где ведутся работы, установлены камеры видеонаблюдения. И жители в онлайн-режиме могут проследить за ходом ремонта. На сегодняшний день он проведен уже в 50 подъездах Ленинского района. Сейчас у нас в работе находится порядка 100 подъездов. Вот планируем темпы увеличивать. И программу мы выполним обязательно. Этим летом масштабный ремонт был проведен и на прилегающей территории возле этих домов. Самое главное, значительно расширили парковочную стоянку, сделали новые тротуары и бордюры. И, конечно, зоны отдыха. Ирина Бокова, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.